С племянницей актера Эммануила Виторгана Башаров познакомился в одной из социальных сетей. Затем Марат, очарованный симпатичной блондинкой, пригласил Катю на первое свидание на свой спектакль «Жениться вам надо, барин». После спектакля Екатерина позвала Марата к себе домой на чашку кофе. Там, по словам Архаровой, Башаров и сделал ей предложение руки и сердца. Какая же кошка пробежала между Башаровым и Архаровой, что через 4 месяца после свадьбы актер нанес побои своей жене. Марат Башаров не просто ударил Катю, он ее попросту избил и первый удар был головой в нос. Кто так поступает? Это же определенный контингент мужчин, воровых бандитов, говорила жена Эммануила Виторгана. Ирина Башаров избил Катю до состояния комы, добавлял Эммануил Виторган. Но сейчас она пришла в себя. Она худенькая у нас, весит всего 49 килограмм. Как она еще осталась жива после таких страшных ударов? Катя нам призналась, что уже энное количество раз она его прощала. То есть Башаров ее уже избивал и раньше. Но в таких масштабах впервые признался Эммануил Виторган. Насилие в их семье существовало. Но она перешагивала через гордость, чтобы быть рядом с мужем. А сейчас Башаров, избив ее, выставил Катю в шортах и в майке на улицу. По словам сестры жены Башарова Марии, актер не признавал свою вину. Он говорил, что Катя упала и сломала нос. Писала тогда в соцсетях родственница Архаровой. А его дочка и домработница тоже на его стороне. Несмотря на то, что Башаров избежал уголовного преследования, многие коллеги и известные личности осудили поведение Марата. Екатерина Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Рассказывала Архарова. Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я жалилась в первую очередь из-за маленькой дочери. Девочке тогда было всего 10 лет, и я не хотела лишать ее отца. Роман дочери Примадонны и известного бизнесмена закрутился в 1997 году и развивался очень стремительно. Спустя год Арбакайта и Байсаров стали родителями. Певица родила мальчика, которого назвали Дэнни. Несмотря на появление общего ребенка, пара не стала оформлять свой союз в ЗАГСе. Тем не менее, Кристина и Руслан зарегистрировали свои отношения по всем канонам ислама. И певица, как и полагается, соглашалась с любой волей избранника. Как типичному восточному мужчине, Байсарову было сложно скрывать, что он ревнует любимую. А поводов для этого было предостаточно, ведь Кристина – публичный человек. Возможно, певица и смогла бы привыкнуть к постоянному контролю со стороны гражданского мужа, если бы не один неприятный инцидент. В 2000 году, во время презентации нового альбома Арбакайте в одном из столичных клубов, Байсаров устроил ей сцену ревности. По словам СМИ, в порыве эмоций бизнесмен поднял руку на Кристину и сломал ей нос. Он налетел, как коршун, и уволок меня в гримерку, делилась Кристина на шоу «Пусть говорят». Он просто при всех выволок меня за шкирку из зала и в гримерке стал бить. Я летала, как соломинка, и стекала по стенам. А потом, когда мы приехали домой, я долго плакала в ванной, а он стоял за дверью и говорил, что я еще к нему приползу. О пережитом Кристина откровенно рассказала лишь спустя годы, когда у них с Русланом началась борьба за сына Дэнни. Бизнесмен забрал мальчика на летние каникулы, но к первому сентября, к началу учебного года, так и не вернул. К счастью, в конечном счете, бывшим гражданским супругам удалось договориться и найти общий язык ради ребенка. В 2005 году Кристина Арбакайте вновь вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Михаил Зимцов. Пара кажется по-настоящему счастливой, да и супруг во всем поддерживает певицу. До поры до времени Валерия и Александр Шульгин производили впечатление образцово-показательной семьи. Певице можно было только позавидовать. Трое очаровательных детей и заботливый муж, который берет все организационные моменты ее гастрольной деятельности на себя. Однако, идиллию артистка и музыкальный продюсер изображали исключительно на публике. Дома Шульгин вел себя совершенно иначе. Устраивал жене скандалы, унижал ее и даже поднимал руку. Поводом для ссор могла стать любая мелочь – невыглаженная рубашка или недосоленная еда. Шульгин не заканчивал воевать, пока не проходил запал. А запал мог не проходить сутками. Это была настоящая пытка, как в концлагере, рассказывала певица о семейной жизни с продюсером. О том, какой на самом деле Александр Человек, Валерия узнала вскоре после свадьбы. Певица надеялась, что сможет изменить супруга, хоть немного смягчить его нрав. Но с каждым прожитым в браке годом ситуация только обострялась. Шульгин контролировал каждый шаг жены, заставлял давать ее по 200 концертов в год. При этом почти всю выручку забирал себе. Прожив с мужем несколько месяцев, я поняла, что попало в западню. Он меня до такой степени запугал, что я боялась что-либо предпринимать. У меня не было связи ни с родственниками, ни с друзьями. Все, что было в моей жизни до встречи с ним, было стерто. Одна из дочерей Валерии вспоминает. Я очень боялась. Все, что я испытывала в детстве, это дикий страх. Однажды мы поехали всей семьей в ресторан. По пути моего брата сильно укачало и его стошнило. Шульгин взял его за шкирку, дал ему по голове, развернул машину и кинул его в вольер к собаке, говорит Анна Шульгина. Валерия трижды подавала на развод, однако до суда дело так и не доходило. Шульгин клялся, что изменится ради нее и детей. Но в какой-то момент она поняла, что ждать дальше нет смысла и объявила о том, что уходит от супруга. Лишь в 2002 году певица наконец рассказала о том, что ей пришлось пережить за 10 лет брака с деспотично настроенным мужчиной. Валерия решилась развестись с мужем уже после рождения дочери и двух сыновей. По ее признанию, она понимала, что больше не может жить с мужчиной, который издевается над ней и их детьми. Певица говорила, что Шульгин рассчитывал на ее возвращение, но она окончательно рассталась с мужем. Сейчас Шульгин отказывается общаться с дочерью Анной и сыновьями Артемием и Арсением. По словам певицы, она иногда встречает бывшего супруга на концертах или светских раутах. Однако Шульгин даже не здоровается с ней и с родными детьми. Несколько лет назад певица Жасмин попала в одну из московских больниц. Тогда врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом спинки носа, ссадины и гематомы. Кроме того, певица пребывала в глубоком психологическом шоке. Немного позже она призналась, что побои увечья наносил ее собственный муж. Когда-то я поняла, что у меня появился человек, который гораздо взрослее меня, который подарит мне мир, который меня очень любит. Я была безумно счастлива от этого. Но когда я уже вышла замуж, через две недели вся эта сказка закончилась. Я почувствовала, что человек кардинально изменился. Он начал решать все за меня. Я должна была делать только то, что мне говорят. Я должна была есть, во сколько он скажет. Вставать, ложиться и одеваться. В последние годы он заставлял меня писать план, что я буду делать на следующий день. Доходило до такого маразма. Я начала думать, наверное, это нормально. Человек он взрослый, намного опытнее меня. Я маленькая, неопытная, все будет хорошо. Петь всегда было моей мечтой. Я сколько себя помню, всегда пела. Я начала петь дома, где были наши общие друзья. И кто-то ему сказал, у тебя жена оказывается талантливая. Муж очень приободрился, и у него сразу же появилась цель. Оказывается, этот человек всегда очень хотел попасть в мир шоу-бизнеса. А как попасть, он не знал. Решили, что будем делать это обоюдно. И я вдруг поняла, что здесь хотя бы смогу раскрыться. Но мои надежды были ошибочны. Бесконечные скандалы. Он меня бил, нецензурно оскорблял. У него всегда свое мнение. Сцена. Это было единственное место, где я была сама собой. Если ему что-то не нравилось, он унижал, оскорблял меня перед коллективом. Говорил, что это за движение. Ты не так ногу поставила. Ты не так посмотрела. Я для него было просто манекен. Со сверхконтролем и моральным унижениями исполнительница долго мирилась. Но рукоприкладство простить не смогла. В 2006 году Жасмин доставили в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и гематомами. Вскоре после этого инцидента, получившая широкое освещение в СМИ, пара распалась. Однажды Марина Александрова окончательно порвала с Александром Домогаровым и уехала к родителям в Санкт-Петербург. По слухам, популярный актер сильно пил и регулярно избивал свою подругу. По словам соседей, из квартиры доносился крик двух женщин. После чего Марина в слезах выбежала на улицу и уехала. На лице актрисы красовался кровоподтек. Марина и раньше частенько приходила на работу в синяках. Над привидением актрисы в должный вид трудились гримеры. А Александрова говорила, будто неудачно упала. Побой своей возлюбленной наносил Домогаров. Говорят, и его бывшей жене Натали тоже доставалась. Особенно жестким актер становился, выпив лишнего. Протрезвев, Александр обещал Марине, что такое больше не повторится. Сначала девушка верила любимому, но потом решила от него уйти. Родители актрисы одобрили ее решение. Они с самого начала были против союза Марины и Домогарова. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.